Все равно дело оканчивается с нуля, все равно оканчивается штрафом. Только вчера было 100 рублей, сегодня 200 тысяч. Надзорных органов десятки, требования, которые они предъявляют бизнесменам, сотни. Пожарный, налоговый, Роспотребнадзор, очередная проверка чаще всего заканчивается очередным штрафом. В итоге административное давление не дает нормально развивать дело. О своих проблемах впервые тульские предприниматели говорят федеральным чиновникам. Министр Михаил Абызов и глава МЧС Владимир Пучков приехали в Тульский регион, чтобы подвести первые итоги реформы контрольной надзорной деятельности. Ее начали в прошлом году по инициативе президента. Поставили цель снизить давление на малый и средний бизнес, потому что действующая система контроля уже устарела. Мы на сегодняшний день начали огромную работу, в том числе по линии пожарной безопасности, по ревизии всех требований, которые сегодня установлены законодательством и нормативно-правовыми и ведомственными актами, с тем, чтобы определить те требования, которые являются избыточными, противоречивыми, устаревшими. Начинаем работу по их пересмотру. Пересмотреть все требования в одночасье невозможно, добавляет Михаил Абызов. Приводит пример только по трудовому законодательству, их более 50 тысяч. Понадобится лет 5, чтобы отсеять ненужное, но реформа работы надзорных органов уже началась. Новый подход тестируют на МЧС. Например, в Тульской области в прошлом году пожарные проверки не проводили. Устроили предпринимателям надзорные каникулы до 2018 года. МЧС России совместно с регионами нашей страны организует повседневное взаимодействие. И мы буквально поминутно сверяем часы. И с учетом особенностей Тульской области внедряем здесь новый формат, потому что развивается система комплексной безопасности ежедневности населения. Появляется новое предприятие. Основная идея реформы – переход от репрессий к профилактике. Надзорные органы должны понять, что предприниматели – это партнеры. И перед тем, как их штрафовать, блокируя развитие бизнеса, нужно сначала научить, как не нарушать закон. И лишь тех, кто игнорирует замечания, наказывать рублем. За такой подход выступает региональная власть. Алексей Дюмин уверен, это даст толчок к развитию бизнеса. Реформа по надзорной деятельности, она уже видна и она делается. Это большой пласт работы. Мы понимаем, что это снимает определенную административную нагрузку с малого и среднего бизнеса, дает толчок для развития региона, для развития данного бизнеса. А в свою очередь это, естественно, определенные вещи, которые связаны с бюджетом, с рабочими местами, которые в целом положительно влияют на развитие региона. Пока сделаны только первые шаги. Впереди работа по разрыву шаблонов. Например, в стране собираются пересматривать так называемую палочную систему. Вместо нее хотят перейти на оценку результатов работы. Если взять МЧС, фиксировать не количество проведенных проверок, а пожара, которые произошли после них. Надежда Милехина, Вадим Рыженков, Первый Тульский. Вадим Рыженков. Вадим Рыженков. Продолжение следует...